На татаме Омского центра олимпийской подготовки «Авангард» представительный турнир – первенство вооруженных сил страны по борьбе самбо среди сборных общеобразовательных организаций Минобороны. В борьбу за награды вступили почти 200 спортсменов из 20 специализированных училищ разных регионов – от Владивостока до Севастополя. Да, учащихся в этих учебных заведениях, они тут проводятся второй раз, я думаю, станут традиционными. Это прекрасный повод показать свой уровень мастерства, готовности. И так как они настоящие будущие защитники Родины, это поможет их специализированной деятельности, так сказать. В прошлом году данное первенство стартовало в Казани. Омск же принял эстафету вторым. Стоит отметить, что выбор организаторов был не случайным, ведь Омская область всегда славилась своими богатыми традициями в самбо. На нашей земле воспитан не один чемпион мира, и каждый год список мастеров пополняется все новыми именами. Честь нашего региона в рамках первенства отстаивали воспитанники Омского кадетского военного корпуса. Мы соревнования проводили, так что выбрали лучших ребят, крепких. Они уже принимали участие у нас в других мероприятиях, соревнованиях, так что они имеют опыт борьбы. Так что это достойные ребята, которые могут постоять за честь кадетского корпуса. Десятка лучших кадетов сумела забрать в медальную копилку золото, серебро и четыре бронзовых награды. Медаль высшей пробы для Омска завоевал Евгений Новосельцев. К слову, он удерживает звание чемпиона в своей категории в рамках данного первенства уже второй год. Борьба оказалась очень сложной, напряженная, но то, что было поставлено на тренировки, все те броски, которые были до этого натренированы, они также прошли. Я очень рад, что принес золотую медаль городу, области. Спортсменов было очень много из разных городов. Наверное, немаловажные факторы принесли успех, такие как друзья, родные стены. Доказательством того, что в Омском регионе самбо является одним из излюбленных видов единоборств, стал полный зал болельщиков и посещение турнира высокими гостями, среди которых военнослужащие, спортсмены и представители органов власти. На самбо очень внимательно сейчас смотрим все мы. Смотрим даже со стороны чиновничьего аппарата спортивного. По одной причине, что это национальный вид борьбы, и мы должны его возрождать. Спортсмены боролись за лидерство в двух возрастных категориях в разных весах. Разумеется, каждый из них стремился победить, выполняя точные броски и захваты. У каждого была выработана своя тактика. Главное было вовремя поймать момент и применить свой коронный прием. До начала просто я ушел с удержания на мосту и сам удержал, получается, его. Затем просто за счет своего роста надавил его, вот и он, получается, упал. А затем я просто сделал свой коронный прием голень. Я с раннего детства его как бы еще тренирую. Ну, как бы вот мне этого хватило для победы. Дополнительный стимул самбистам придавало и то, что сражались они не только за личное первенство, но и за баллы, которые могли привести на пьедестал почета их команду. По итогам турнира самыми слаженными оказались борцы Оренбургского президентского кадетского училища. Вторыми стали суворовцы из Санкт-Петербурга, а замкнули тройку призеров самбисты из Казани. Редактор субтитров А.Семкин